В Республиканском МВД рассказали подробности расследования преступлений, совершенных лжепредпринимателями. Напомним, что в августе 2019 силами нескольких правоохранительных ведомств была задержана группа мошенников из 20 человек. В настоящее время часть из них дожидается приговора суда. Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Мордовии совместно с оперативниками регионального МВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресчена противоправная деятельность девяти жителей региона, причастных к мошенничеству в особо крупном размере. От действий группировки пострадали более 800 жителей Мордовии и города Волжский и Волгоградской области. Сумма ущерба составила более 4,5 миллионов рублей. Исходя из заранее распределенных ролей, злоумышленники под видом работников газовой службы приходили в квартиры местных жителей. Как правило, это были пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны. И используя навыки убеждения, путем обмана, вводя граждан в заблуждение касательно обязательности установки такого оборудования, ссылаясь на нормативно-правые акты, искажая их суть, вынуждали их приобрести противопожарное оборудование по ценам, значительно превышающим такую рыночную станцию такого оборудования. Сигнализаторы загазованности мошенники продавали почти за 7 тысяч рублей. Пожарные дымовые регистраторы почти за 3 тысячи, в то время как их закупочная стоимость составляла 600 и 300 рублей соответственно. Ранее следовательно следственной части Республиканского МВД уголовные дела в отношении 8 фигурантов, не входивших в состав организованной группы и полностью возместивших ущерб гражданам, были направлены в суд для рассмотрения вопроса о прекращении уголовного преследования с назначением меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа. Еще в отношении троих участников организованной группы, полностью признавших вину, частично возместивших ущерб потерпевшим и заключивших до судебного соглашения о сотрудничестве, уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время уголовное дело в отношении оставшихся 9 обвиняемых направлено в суд. Саранская организация, которая занимается поставками комплектующих для компьютерной и офисной техники, лишилась почти 300 тысяч рублей. В полицию обратился руководитель организации. Он рассказал, что в интернете наткнулся на информацию о поиске запчастей одним из вузов Санкт-Петербурга и договорился о сотрудничестве. После получения заявки по электронной почте и подписания договора отправил комплектующие почти на 300 тысяч рублей. Не получив денег за товар, мужчина позвонил в вуз и узнал, что от имени учебного заведения действовал неизвестный, который и забрал детали с пункта доставки. В настоящее время следователем Следственного управления ОМВД России по городскому округу Саранск по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», возбуждено и расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников. Бывший директор Саранского ветеринарно-санитарного утилизационного завода обвиняется в растрате вверенного имущества. По версии следствия, обвиняемый в феврале 2018 года, используя свое служебное положение, похитил с территории предприятия металлолом массой 12 тысяч килограмм общей стоимостью 60 тысяч рублей, путем продажи его неустановленному лицу. Вырученными денежными средствами распорядился в личных целях. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Саранска для рассмотрения по существу. Заместитель декана архитектурно-строительного факультета обвиняется в трехкратном получении взяток. По данным следствия, в 2021 году фигурант уголовного дела за содействие в поступлении на архитектурно-строительный факультет по программе магистратуры получил от трех граждан взятки в размере 20 тысяч рублей от каждого. Так, по договоренности, он задавал поступающим вопрос, ответы на которые они знали заранее. Таким образом, все трое поступающих были зачислены на очную форму обучения. На основании материалов УФСБ следственным управлением Следственного комитета России по республике Мордовия в отношении сотрудника учебного заведения возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации о получении взятки. Свою вину обвиняемый полностью признал. В настоящее время дело направлено в суд. В Саранске за хранение наркотиков осужден 33-летний местный житель. В мае в результате оперативных мероприятий сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Мордовия поступила информация о незаконном хранении запрещенного вещества. В квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли трехлитровую банку с измельченной смесью. Согласно заключению экспертизы, изъятые являются наркотическим средством марихуана общей массой 234 грамма. В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Переговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Пятидесяти семилетнего жителя Торбеевского района подозревают в незаконном выращивании наркосодержащего растения. В одном из домов села Слоим полицейские изъяли с приусадебного участка 41 куст мака. Результаты исследования подтвердили, что в изъятом объеме растений содержалось более 132 граммов наркотического средства морфин. Владелец заявил, что выращивал его только для готовки. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства явки. Расследование уголовного дела продолжается. Шестидесятилетнего жителя Чамзинского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сообщили о преступлении из больницы, куда был доставлен 50-летний пострадавший. Выяснилось, что инцидент произошел за встречей в гараже, во время которой пьяные мужчины поругались. Обвиняемый рассказал приятелю о семейных проблемах и встретился с осуждением. Из-за этого он разозлился и несколько раз ударил обидчика ножом, после чего сообщил о случившемся в больницу. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Утром 3 августа в Краснослободском районе произошла авария с участием мотоцикла «Хонда» и «Уаза Патриот». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и бригада скорой помощи был направлен в районную больницу. В результате дорожного происшествия пострадал водитель мотоцикла. Он был доставлен в районную больницу. У водителей признаков опьянения не выявлено, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полиция разыскивает мошенника. По предварительным данным, в период со 2 по 9 июля парень под предлогом покупки товара в интернете обманом заработал более 8 тысяч рублей. На вид ему 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров, волосы светлые. Одет был в белую футболку, серые джинсы, черные кроссовки. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефону. 8-83-42, 29-90-02, 8-937-510-08-88 или 102. 25 июля текущего года вступили в силу два федеральных закона от 14 июля 2022 года, номер 257 и 258, которые ужесточили административную ответственность за управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления транспортными средствами. Изменения коснулись как Кодекса РФ об административных правонарушениях, так и Уголовного кодекса. Рассмотрим поподробнее. Начнем с Кодекса РФ об административных правонарушениях. До 25 июля, если лицо управляет транспортным средством, будучи лишенным права управления, предусматривалась административная ответственность по части 2 статьи 12.7, которая предусматривала максимальное наказание в виде административного ареста до 15 суток. С 25 июля введена в действие новая часть данной статьи, часть 4, которая предусматривает ответственность за повторное управление транспортным средством, будучи лишенным права управления. Так, если в течение года лицо дважды управляло транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортным средством, то будет применяться часть 4, статьи 12.7. Наказание по данной статье предусмотрена в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. В случае, если лицо, лишенное права управления, в течение года третий раз будет задержано за управление транспортным средством, то уже будет применяться статья 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает административную ответственность по двум частям. По первой части. За управление транспортным средством лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности по части 4 ст. 12.7 КОАП РФ. К данному лицу возможно применение уголовного наказания в виде административного штрафа в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, либо максимальное наказание в виде лишения свободы до одного года. Часть 2 ст. 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность для тех водителей, которые управляют транспортом, будучи лишенным права управления транспортными средствами и имеющими судимость, как за ДТП с тяжкими последствиями по 2, 4 и 6 части пункта В ст. 264, так и по 264.3. Наказание по данной статье предусматривает штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, или максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет. Следует заметить, что ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями, а именно 2, 4 и 6 часть, дополнена пунктом В, который ужесточает ответственность, так скажем, квалифицирует деяния лица, который не имеет права управления транспортным средством, либо ранее лишен права управления транспортным средством. Также следует отметить, что в ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации введен новый пункт Д, который предусматривает конфискацию имущества, а именно транспортного средства, у лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 264.1.2.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, следует заметить, что конфискации транспортного средства будет применяться только если собственник транспортного средства признан виновным по указанным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok